Сегодня у нас в студии гость, это Ирина Александровна Зноба, режиссер театра сказок ДК «Нефтехимиков». До недавнего времени вы работали в Санкт-Петербурге, почему решили вернуться в Ангарск? Да. Месяц назад я приехала в наш любимый город Ангарск по одной простой причине, что на следующий год Дворцу культуры «Нефтехимиков» исполняется 60 лет. Это юбилейный год. Ну, конечно, разве я могу не быть, не присутствовать и участвовать в подготовке такой знаменательной даты? Ну и по очень большой любви к театру сказок, потому что какое дитя без матери, поэтому я вернулась на некоторое время, чтобы открыть сезон театра сказок, пригласить всех наших зрителей, то есть начать сезон и работать плодотворно в театре сказок и во Дворце культуры «Нефтехимиков». Ну, судя по всему, открытие совсем уже скоро? Да, 6 октября мы открываем сезон. Поэтому, дорогие ангарчане, дети, маленькие, взрослые, мы с нетерпением ждем вас. И будем рады видеть каждое воскресенье. Желательно, как получится, каждое воскресенье мы будем открывать занавес и радовать наших маленьких ребятишек нашими сказками. Расскажите, что наши юные зрители увидят в этом сезоне? Ну, вот 6 октября мы открываем сезон с нашим волшебным, феерическим таким шоу, очень красивое, нарядное. Я нисколько не преувеличиваю восприятие этого представления. Оно действительно стоит этого. Называется «Необыкновенные сны Лунтика». Дальше мы хотим вспомнить наши любимые сказки, которые любили зрители, которые всегда были полные залы на этих сказках. 20 октября мы хотим сыграть «Привет, Карлсон», затем «Восстановить сказку». Я когда-то приезжала, мы ставили эту сказку и сыграли буквально один раз. Но зрители, которых я встречаю, приходят во дворец и спрашивают, когда Конг появится? Когда Конг появится? Видимо, очень понравилась. Это трогательная такая история. Называется она «Возвращение Кинг-Конга». Поэтому мы обязательно ее тоже восстановим в начале ноября. Ну и готовим премьеру. Будем готовить обязательно премьеру. Стараемся придумать какую-нибудь необыкновенную волшебную снежную сказку. Может быть, это будет в какой-нибудь снежном северном сиянии, что-то такое. Хочу, чтобы это было очень красиво, сказочно и волшебно. Порадовать детей необыкновенной декорацией какой-нибудь, необыкновенным представлением. Это новогодняя сказка будет. Вообще, мы в этом сезоне готовы просто дарить множество сюрпризов, миллион сюрпризов нашим маленьким зрителям. И один из таких сюрпризов мы приготовили им сейчас. Иди сюда. Иди скорее. Иди скорее. Вот наш сказочный герой Лунтик. Он хочет что-то вам сказать. Дети, приходите ко мне в гости. Большое вам спасибо за то, что вы нашли время прийти поговорить с нашими зрителями. Я надеюсь, что зал будет полон. Спасибо. Успешных вам премьер. Спасибо. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Я прощаюсь с нашими зрителями и желаю всего самого доброго.